Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это выпуск очередной «Мнение дилетанта». Сегодня мы поговорим с вами о всемирном заговоре. Кто-то верит в то, что существует всемирный заговор, кто-то считает это абсолютным бредом, как я, например. Поэтому я и хочу с вами обсудить, есть ли он, этот самый заговор. Вообще это, конечно, больше вопрос веры, чем доказательств, тем более, что невозможно доказать то, чего нет. Если его нет, то и доказательств в его несуществовании нет. Поэтому мне будет очень интересно почитать доводы сторонников существования этого самого всемирного заговора. Ну, а это видео о том, почему я считаю, что никакого заговора элит, там, всемирного сионистского заговора или заговора против России и так далее, и так далее, не существует. Ну, давайте для начала вообще просто решим, откуда появились эти вот все идеи всемирных заговоров. Почему люди начинают думать, что есть какие-то группы людей, которые могут управлять целым миром или создавать возможности таких вот всемирных событий, которые влияют на все человечество. По моему мнению, во-первых, это обычное недоверие к власть придержащим и то, что люди у власти многое просто скрывают. Ну, или в своих интересах, или в интересах государства такое тоже иногда бывает, что лучше информацию кое-какую до поры до времени не разглашать. А раз не разглашается, значит, люди начинают додумывать в меру своих сил и возможностей и придумывают всякие вот подобные теории заговора. Во-вторых, и я думаю, этот фактор более важен, люди не хотят жить в хаосе. Вот, по моему мнению, наша жизнь очень редко идет по плану. Есть такое выражение, что человек — это такое существо, которое вопит в хаосе о своем ничтожестве. Вот наша жизнь — это хаос. И людям хочется какой-то упорядоченности. И теория заговора скорее дает им успокоение. То, что не они такие вот неудачники, у них не получается что-то, а какой-то комитет евреев, там, жидомасонов, рептилоидов управляет нами. Ну, не нами конкретно, вот, как марионетками, а общностью людей. Для того, чтобы мы были несчастны, чтобы наживаться только на нас и так далее, и так далее, и так далее. Почему же я вот не верю в подобные штуки и скептически отношусь к теории всемирного заговора? Да потому что я много в своей жизни работал в коллективе. А, думаю, любой человек, работающий в коллективе, прекрасно понимает, что очень сложно этот самый коллектив заставить следовать к одной цели, даже если она будет для всего этого коллектива выгодна. Потому что у каждого человека есть свои мнения по поводу выгодности, есть свое видение того, как лучше к этой цели прийти. Я уже молчу о том, что кто-то может что-то недопонять, не понять задачу. И даже самые мелкие задания, когда за них берется больше одного человека, начинают становиться не очень хорошо выполнимыми. А вообще, я начну с самого начала, пожалуй, вот с того момента, когда у меня зародилось подозрение о том, что наш мир работает не по плану какого-то высшего разума. В детстве, в юношестве я думаю, как и многие из вас считал, что взрослые это те люди, у которых есть много опыта, они знают, как жить правильно, что хорошо, что плохо, они тоже прекрасно разбираются. И если у них там что-то не получается, то, наверное, они мало старались. А поколебал мое мнение в этом, как ни странно, Лев Николаевич Толстой со своей «Войной и миром». Не помню в каком томе, по-моему, в третьем. Третий том начинается с описания Бородинской битвы. В общем, вот это описание Бородинской битвы посеяло первые ростки сомнений. Если кто-то из вас не читал или не помнит, что там было, в двух словах Лев Николаевич просто говорит, что все, что происходило на поле сражения, это череда случайностей. Все приказы, которые отдавались Наполеонам и Кутузовым, либо не исполнялись, либо исполнялись неправильно. Полки не доходили до нужных мест, занимали не те высоты и так далее, и так далее, и так далее. То есть у Наполеона был план, и он ему следовал, но раздавая указивки своим войскам, он получал тот самый хаос. И ни о какой тактике или стратегии тут не шло речи, просто бойня. Ну, я тогда почитал, я подумал, да, забавно, но, блин, это же художественное произведение, что Лев Николаевич вообще может об этом знать. И только потом я узнал, что он и в войнах участвовал, в его случае в Крымской войне, и, естественно, готовясь написать «Войну и мир», проштудировал кучу исторических источников. И пускай там, может быть, какое-то художественное преувеличение будет, но в целом, я думаю, что картину Бородинского сражения он описал достоверно. В Бородинском сражении, по-моему, четверть миллиона человек участвовало, да, это огромное количество людей. Ну, по сравнению со всем миром, это чуть-чуть, немножко, и раз столько людей уже не очень слушается приказы, а это все-таки сражение, от этого зависит, от выполнения приказов зависит ваша жизнь и исход битвы, то что уж говорить о человечестве. Но давайте сейчас пройдемся по конкретным заговорам, потому что всемирный заговор — это такая верхушка айсберга, есть же еще много других, например, заговор производителей. Ну, на самом деле, такие заговоры существуют, но они не тайные. Было несколько антимонопольных процессов, я не помню, мне кажется, в Корее, например, производители телевизоров как-то там сговаривались о цене, но тот факт, что это уже выплывает, происходят суды, означает, что даже такую мелочь, как просто договориться о том, чтобы держать одинаковые цены на рынке, уже невозможно воплотить. То есть, да, это заговор, но он не тайный, ни в каком месте он, это все всплывает наружу, потому что задействовано слишком много людей, и интересы этих людей различны. Или другая вариация заговора производителей, что они договорились выпускать некачественную продукцию, чтобы мы чаще ее покупали. Так это опять же не заговор. Да, так и есть. Это много вещей, которые сейчас выпускаются, более низкого качества, чем десятки лет назад. Но это не заговор, это производители пытаются увеличить свою прибыль. Это вопрос спроса и предложений. И какой же это заговор, если это видно просто? В этом нет никакой тайны. Из той же оперы компьютерный заговор, что разработчики софта выпускают все более требовательные программы, для того, чтобы мы обновляли свои компьютеры, свои смартфоны, планшеты и так далее. Но опять же, здесь участвуют разные люди. Есть разработчики программ, а есть создатели железа. И они должны иногда в симбиозе быть, чтобы этот заговор заработал. Ну, в случае, правда, Apple, опять же, это как бы заговор был, но это Apple внутри себя договорилась специально ограничить работу процессора. Мол, в старых, в более старых айфонах сделали так, чтобы процессор на меньшей частоте работал. Мол, заботились о покупателях. Ну, где же в этом, опять же, заговор, если люди это быстро нашли? Да, программное обеспечение на мощных компьютерах работает хуже, просто потому что, опять же, фирмы, занимающиеся созданием этого ПО, экономят на программистах, на времени и выпускают продукт, который работает, но с ошибками и не оптимизирован абсолютно. Вы можете посмотреть на все, практически на все современные игры. Они сначала выпускаются со множеством проблем и тормозов, а потом за полгода допиливаются до нормального состояния. К сожалению, к сожалению, это более выгодно, чем вылизывать игру до идеала и только потом ее выпускать. Но это, опять же, экономика, бизнес, это тут нет никакой теории заговора. Мой любимый заговор тайного правительства, то есть, что существует... Ну, вот это, я бы сказал, основная тема моего видео. То есть, уже существует некое мировое правительство, которое определяет ход истории на нашей планете. Так, например, уже некоторые конспирологи рассматривают Бильдербергский клуб как мировое правительство. Кто не в курсе, я сейчас вам зачитаю. Бильдербергский клуб, кстати, можно язык поломать, или Бильдербергская группа, неофициальная ежегодная конференция, состоящая примерно из 130 участников, большая часть которых являются влиятельными людьми в области политики, бизнеса и банковского дела, а также главами ведущих западных СМИ. Актив клуба объединяет 383 человека, из них 128 или 1 треть американцы, а остальные европейцы и азиаты. Заседания клуба проходят по особым приглашениям, даты их и место проведения не афишируются. Называется этот клуб Бильдербергский только по месту первого сбора этой организации, или в кавычках организации. Но так как невозможно скрыть приезд в одно и то же время такого большого количества влиятельных людей, то все равно постоянно об этих встречах узнается, где что происходило, даже что там обсуждалось. Блин, какой же это тайный заговор. То есть даже вот сколько тут, 383 человека, но не все они там собираются сразу, и то не могут это все в тайне держать, хотя, казалось бы, им это выгодно. Ну, жидомасонский заговор, вы уже извините, я даже обсуждать не хочу. То есть мысль о том, что евреи что-то замышляют против гоев, то есть против всех, кто не июдеи, и специально что-то там создают, ну, мне настолько смешна. Собственно, как и, кстати, арабский заговор или мусульманский заговор. Естественно, в любой религии есть какие-то фанатики, которые считают других людей... Да блин, почему тут религия? В любой группе людей всегда будет кто-то, кто будет считать, что вот наша группа, она самая классная, а все остальные, они какие-то не такие. Давайте там их либо убьем, либо перекрасим в другой цвет, либо еще что-то. Но об этом всегда становится известно, и все вот эти тайные заговоры, они тайные только до того момента, как они начали действовать. Кто не в курсе, вот есть арабский заговор, это его цель превращения стран западной демократии в исламские теократии, а также уничтожение США, уничтожение США и Израиля. И, естественно, арабам сначала Советский Союз помогал, теперь Россия, потому что западный мир против России, поэтому русские хотят, чтобы была создана вот такая арабская экспансия в страны Европы. Ну, то есть, это как бы противоположность тому, что вот есть теория заговора против России и западного мира. Та же самая фигня, на самом деле, что арабские страны пытаются свое влияние на мировом рынке поднять, так и западные страны и России. И считайте это каким-то тайным заговором, странно, это просто государства влияют на мировую экономику в свою пользу. Теперь давайте вернемся к нашим любимым евреям, потому что я забыл упомянуть протоколы сионских мудрецов, тоже офигительный документ, подложный антисемитский документ, который появился в начале 20 века, в котором излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира. Ну, как всегда, если в кране нет воды, значит, выпили жиды. Эти протоколы были опубликованы в 1903 году под видом отчетов о тайных собраниях сионистов в Базеле. Для меня понятно, что, конечно же, эти тексты были созданы для дискредитации местного еврейства в различных странах. Тогда это было важной темой. Это потом и в Германии использовалось для антисемитских погромов, и в России, естественно. То есть, в некотором смысле, тогда евреи были, как сегодня беженцы из Ближнего Востока, а так как они еще были хорошо образованными, умными, работящими народом, то многих это раздражало. Но подложность протокола сионских мудрецов видна хотя бы в том, что некоторые части там взяты из художественной литературы, просто переделаны немного под тему протоколов. Так, например, разделы с 1 по 19 протокола сионских мудрецов соответствуют диалогам с 1 по 17 Мариса Жоли, например, диалогу в аду между Монтескио и Маккиавелли. Уже сам факт, что какие-то вот эти протоколы возникают, я повторяюсь, чтобы донести свою основную мысль, уже значит, что заговоры не тайные. То, что мы это уже обсуждаем, показывает, что не может что-то тайное долго таким оставаться. И мое отношение к всемирным заговорам или к любым другим заговорам описывается бритвой Хэнлона. Никогда не приписывайте злому умыслу то, что может объясниться обыкновенной глупостью. То есть, если мы ищем причины каких-то ошибок или неприятных событий, то в первую очередь это должны рассматриваться человеческие ошибки. И лишь во вторую чли чьи-то злонамеренные действия. Так, например, о том, что происходит в Украине. Ну, давайте я попытаюсь так мягко об этом сказать, чтобы опять не вызывать разговоров о моем русофобстве. Я думаю, ну, никто не будет спорить, что то, что происходит в Украине, развязала, точнее, как и так, не развязала, подлила масла в огонь Россия. Но мое мнение, то есть украинцы, конечно, сейчас в большинстве очень ненавидят Россию, Путина и так далее, потому что вот он это все специально сделал. Да, специально, но по моему мнению это ошибка была. Это не специально злонамеренное действие, чтобы украинцам было плохо, а ошибочные действия, знаете, как вот в ЦИВе бывает, когда люди нападают на соседа, не могут его захватить и как бы и себе развитие запарывают, и соседу. Ну, ошибка. Ошибка. И вот это действие, ошибка, это та самая бритва Хенлона, а не какой-нибудь всемирный заговор против Украины или сейчас всемирный заговор против России, потому что эти все санкции это следствие той ошибки, которая была совершена политической, дипломатической. И я, например, выступаю против политики Путина и против там единой России именно потому, что не потому, что это там злые люди и хотят что-то плохое для России. Ну, не бывает такого. Просто люди в политике у власти это да, они там могут взятки брать и так далее, но это такие же люди, как и мы с вами и они хотят все-таки чего-то хорошего и себе и в стране и в жизни. Просто они некомпетентны. Они дилетанты, как я вот сейчас сами свое мнение дилетанта высказываю. Они дилетанты и их надо убирать от власти. Но это никакой не всемирный заговор, это их ошибки. В этом плане мне понравилось, как пресс-секретарь Маргарет Тэтчер как-то ответила журналистов. Сейчас я найду цитату. Многие журналисты очень падки на теорию заговора правительства. Я вас уверяю, их материалы получались бы куда более достоверными, если бы они твердо придерживались теории, что правительство облажалось. То есть, чем чаще вы будете критически смотреть на то, что происходит и искать в этом человеческие ошибки и какие-то злонамеренные теории, тем, как мне кажется, будет понятнее мир. А еще лучшее, вот я это под заголовком своего видео сделаю, написал Виктор Пелевин. Миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Люди ошибаются, постоянно ошибаются, и совокупность их ошибок приводит к катастрофическим последствиям. Ну, опять же, есть теория заговора о том, что мировые войны происходят из-за того, что золотой миллиард, по-моему, сейчас я гляну. Да, золотой миллиард это понятие в публицистике постсоветского пространства, отражающее дисбаланс в уровне жизни и потребления между населением развитых и развивающихся стран мира. Во время Первой мировой, Второй мировой, там был не золотой миллиард, пускай и золотые сто миллионов, но в том плане, что слишком много людей, надо бы прорядить, чтобы стало попроще жить, для этого мировые войны развязываются, люди убиваются, и после этого человечество начинает развиваться намного лучше. Но это настолько бредово вот даже в современном мире об этом читать, потому что чем больше людей, тем больше потребления, и Китай, США это доказывают. Больше производства, больше, 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 больше. То есть проблема прокормить сегодня уже не стоит вообще. Сейчас проблема скорее в том, чтобы найти людям смысл жизни, потому что сейчас, по-моему, больше умирает от самоубийств, чем от каких-то войн. Так что я предлагаю заканчивать с теориями заговора, следить за собой, искать в себе ошибки. Если у вас что-то не получается, это вы виноваты сами, никто вам не мешает изменить свою жизнь. Начните с себя, и постепенно и мировое правительство изменится и станет лучше и добрее к нам. В общем, ваше мнение по этому поводу, как всегда, хочу почитать в комментариях, а вы видели и слышали главу тайного правительства рептилоида Лешу. Всем пока.